Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, с вами Хоакин и сегодня мы ребят начнем проходить новую игру Don't Forget Me. Это игра в жанре point and click со сложными головоломками и музыкой в стиле панк джаз. Нам предстоит погрузиться в воспоминания своих пациентов, проникнуть в их сознание и раскрыть заговор, направленный на подчинение всего человечества. Ну что ж ребят, смотрится все довольно неплохо. Давайте начнем играть и посмотрим, чего же стоит эта игра. Погнали! Группа забытые препятствуют работе завода по производству микропроцессоров. Протесты, организованные Гавеллом, продолжаются уже вторую неделю. Ну как ты тут? Устал уже от меня? Наверное. Где твоя мышь? Новый сезон Доктора Кто теперь доступен на всех платформах. Странно. Там же написано, что клиника закрыта. Добрый вечер. Чем могу помочь? С вами все хорошо? Он отрубился. Никаких личных сведений. Никаких документов. Кто же ты такая? Придется мне поступить со своими принципами и посмотреть, что у тебя в чипе памяти. Надеюсь, ты простишь меня, когда очнешься. Должен же я хоть что-то о тебе узнать. О, с добрым утром. А лучше пока лежи. Если что, я сварил кофе. На случай, если захочет взбодриться. Так, где я? В моей клинике? Не медицинской, к сожалению. Клиники памяти. Меня зовут Бернер. Я копировщик. Давай обращаться друг другу на ты, если не возражаешь. Я ничего не помню. Хм. А как тебя зовут? Фран? Кажется. Что-нибудь еще помнишь? Как ты здесь оказалась? Не знаю. Черт. Я надеялся ты хоть что-то мне расскажешь. Почему? Я посадил тебя в кресло памяти после того, как ты потерял сознание. У меня на пороге. Зет я хотел извиниться. Мне нужно было проверить твой чип. Я опасался, что это какая-то ловушка. Но я остался с носом. Чип памяти у тебя на месте. Не переживай. Но на нем ничего нет. Я решил дождаться, пока ты очнешься. И перенес тебя на диван. Ладно. Время позднее. Можешь здесь переночевать. Мне еще нужно поработать. Я буду в соседней комнате. Если что-то нужно, обращайся. Этот парень составит декомпанию. Второй кровати у меня нет. Но я считаю, что уж лучше спать на диване, чем на полу. Ну все. Замолкаю. Что-то я разошелся. Отдыхай. Спасибо, Бернер. Так. Доброе утро, Фран. Хорошо спалось. Так. Ну, судя по всему, это девушка. Ну, имя, конечно, у нее странное, Фран. И у нее поврежден... Ну как поврежден? Не поврежден. Чип, но там почему-то нет абсолютно никакой памяти. Она только помнит свое имя. Это очень интересно, ребята. Ладно. Давайте дальше вникать. Хорошо спалось. У меня начинается рабочий день. Я поставил пластинку, чтобы ты не сидела в тишине. Надеюсь, тебе нравится. Да, давайте первое выберем. Да, люблю спокойную музыку. Это хорошо. Я всегда был нервнодушен к старым мелодиям. Атмосфера. Воспоминания. Если это слово еще что-то значит. Знаешь, я больше всего люблю композиции, где звучит саксофон. Адольф Сакс хотел изобрести инструмент, который звучал бы как человеческий голос. Уже тогда люди пытались создать вещи, которые были чем-то похожи на человека. Ну, прогресс не стоит на месте. Да, но это все равно странно. Откуда взялась наша тяга к оживлению неодушевленного? Она ведь проявляется во всем. Взять хотя бы роботов и программы с искусственным интеллектом. Они облегчают нам жизнь, выполняют задачи, которые слишком скучны и сложны для нас. По-моему, круто. Но ты, кажется, не согласен. Все познается в сравнении. Каждому из нас нужна работа. Иначе в чем смысл? У всех инноваций, даже самых полезных, есть темная сторона. Извини, я опять разглагольствую. Лучше вот что скажи. Ты помнишь, как меня зовут? Ха-ха-ха. Так. Так. Да, Берни Болтун Дерс. Это то, что Болтун. Правильно. Не знаю, сама ли ты все запомнила? Или тебе помог чип? В любом случае, я рад, что твоя память работает. Ребят, почему-то эта игра своей стилистикой и атмосферой напомнила мне игру The Red Strings Club. Кто играл, наверное, согласится со мной. Ладно, продолжим. Да и ты сама уже выглядишь бодрее. Больше ничего не помнишь? Ничего. Чистый лист? Черт. Тебе что-нибудь снилось? Может быть, не помню. Такое ощущение, что я просто закрыла глаза и через секунду их открыла. Извини за любопытство, но… Что ты сейчас чувствуешь? Хм… Даже не знаю. Неопределенность? Я пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь, но не могу. А что? Просто интересуюсь. Теперь моя очередь задавать вопросы. Ты здесь живешь? Да, с Франклином. Так зовут моего кота. Странная какая-то клиника. Старомодная, полупустая. Да и вообще, медклиники обычно выглядят по-другому. Она не менялась все 15 лет, что я здесь работаю. Никак руки не доходят обновить интерьер. А если тебя это не смущает, оставайся сколько пожелаешь. Франклин будет только рад. Чувствуй себя как дома. Можешь почитать книгу или… Ну нет. Не буду же просто сидеть и смотреть, как ты работаешь. У тебя тут явно дефицит кадров. Давай я буду с чем-нибудь помогать. Ого, не ждал тебя такого рвения. Но видишь ли, это не медицинская клиника. Я копировщик. Знаешь, чем занимаются копировщики? Наверное, копируют воспоминания. Да, что-то в этом духе. Люди приходят сюда, чтобы записывать воспоминания на внешнее устройство. Хотя способы их считывать еще никто не изобрел. Немного напоминает крионику. Не знаю, что это. Некоторые люди заключают договоры на заморозку своего тела в надежде, что когда-нибудь будет найден способ их оживить. Ситуация с копированием воспоминаний точно такая же. Можно сделать дубликат воспоминания, но получить к нему доступ нельзя. Обычно люди относятся к этим дубликатам как к своего рода наследию. Они верят, что однажды их получится расшифровать. Ага. Странно, но почему бы и нет. Ты умеешь крыть тайны Фран? Конечно. Особенно тайны людей, которые берут меня к себе работать. Ты же не против? Все равно идти мне больше некуда. Что ж, бывают дни, когда я не отказался бы от помощи. Решено. Будешь встречать пациентов и управлять креслом памяти. Франклин как раз решил там взремнуть. Так, мы управляем. Пожалуйста, встань у терминала рядом со мной. Ладно. Я уже буду управлять. Нет. Он позволяет управлять креслом. Кресло можно поднимать, опускать, наклонять и вращать. Сверху маска. Ее тоже можно поднимать или опускать. На переключателях все написано. Так, так. Аккуратнее, не сломай ничего. Ой, прости. У тебя будет еще одна обязанность? Для начала потренируйся на кошках. Вернее, на коте. Он потерял в клинике одну из своих игрушек. Найти ее нам поможет его чип памяти. В смысле? Это не сложно. Вот увидишь. Чип демонстрирует воспоминания в виде точек и привязывает их к ключевым словам. Обычно достаточно ввести ключевое слово в имительном подтеже, а затем скопировать воспоминания. Сейчас поймешь, как это работает. Чтобы переходить к одной точке к другой, тебе нужно искать ключевые слова в том, что я говорю. Далее их нужно вводить и в имительном падеже. Если на чипе есть воспоминания, привязанные к введенному слову, оно автоматически разблокируется. Если это воспоминание связано с другими, они появятся на экране в виде точек серого цвета. Если не появится ничего, значит это тупик. Давайте разблокировать крайнюю правую точку. Поняла? Давай-ка еще раз о том. Так. Ага. Вроде бы все ясно. Ну будем пробовать. Замечательно. Готовы попробовать? Всегда готова. Хорошо. Внимание на терминал. Начинаем. Загрузка памяти. Так. Мы подключились к его чипу. Надеюсь, он помнит, куда загнал свою любимую игрушку. Потому что мы сейчас будем восстанавливать его воспоминания о вчерашнем дне. Для Франкина он начался, как всегда, на диване. Так. Писать на русском можно или так? Пока что ничего необычного. Франк любит начинать свои дни на диване. Но что это? Стоилому учуять надвигающуюся опасность. Ясно, как не бывало. Так. Опасность? Он чувствует, что враг близко. Набравшись храбрости, он спрыгивает с дивана. Некоторое время наблюдает из засады. И, наконец, совершает прыжок. В его когтях оказывается игрушечная мышка. Погоня выдалась жаркой. И охотника переполняет гордость. Теперь ему причитается небольшая награда. Эх. Хотел бы быть котом. Живешь и горя не знаешь. Так. Ну что набрать-то? Может быть мышка? Нет. Да. Так, ребят, смотрите. Если бы вы набрали другое слово, в внимательном падеже, то воспоминания показали бы иначе нам. То есть в этой игре, возможно, несколько концовок, наверное. Или развязок. Пока не знаю, ребят. Ну давайте пробовать. Так. Он, довольно мурлыкая, подходит ко мне и бросает добычу. К моим ногам. Я глажу его, играя с ним пару минут. А потом возвращаюсь к работе. Кот покидает комнату. Жар, исходящий от оборудования, ему неприятен. Угу. Ну, наверное, жар. Внезапное пробуждение. Погоня. Игра в душной комнате. После такого насыщенного утра, Франклину срочно нужен отдых. Он мысленно перебирает варианты. Можно лечь в раковину, на коврик и у двери. А можно выйти на улицу. Так, так, так. Может, коврик? Нет. Даже не знаю, что набрать-то. Где-то все получалось. Может, игра? Нет. Честно сказать, я не знаю, ребята, что набрать. Я уже все перебрал. Даже не знаю, ребята, что вести. В принципе, такие все варианты я уже подбирал. Будем все слова пробовать. А вот жар. В этом только что вели. Ну, не знаю, ребята. Я вроде ввел все комбинации, которые тут есть. Но почему-то ничего не получается. Все слова я ввел, но дальше мы не продвигаемся. Я не знаю, почему. Давайте попробуем поставить английский язык. Может, так разберемся. Блин, ребят, смотрите, по-английски сейчас набирал. Синк это у нас получается раковина. Но. 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 Что? Раковина. Но на русском языке, когда переводишь, все получается совсем по-другому. Вот смотрите. Так. Сейчас еще раз наберем. Раковина. Нет, мы наберем жара. Смотрите, чтобы было понятно. Так. Жару, точнее. Внезапное пробуждение погони. Дальше смотрите. На русский, когда переводишь, получается совсем внимательный падеж. Лечь в раковину. Что раковину не будет же? Или кто раковину? А есть? Поймите на письмо. Она отвечает на вопрос, что раковина? Кто раковина, например? Ну, на кто, конечно, не отвечает. Она отвечает на вопрос, что раковина? Но. Вот так вот получается. Даже как тут переведено, пишешь раковину. Вот нифига, сейчас смотрите, не выходит. Сейчас я наберу. Вот. Раковину. Ну, нифига, видите? Надо писать раковину. Тогда все получается. Вот так вот придется думать, ребят. Мозг парить. Так, ладно. А в ванной? Что может быть лучше? Прохладный воздух? Раковина из нержавеющей стали? Кстати, мне придется ее вымыть. После того, как найду игрушку. Он забирается в нее пару минут, вырезывает свою шерстку и начинает засыпать. Как вдруг громкий шум прерывает его дрему. Объятый ужасом, он бежит посмотреть, что происходит. Ну, давайте думать. Ну, по идее, шум, наверное, его тревожит. Ну да, что шум? Шум доносится из кухни. Этот умный пылесос приступил к ежедневной уборке. Франклин осторожно наблюдает за ним, стараясь не выдавать себя. Нужно как-то остановить этого монстра. Наверное, монстра? Нет. Но остановить точно не подойдет. Давайте пробовать. Шум, да. Это был только что. Угу. Пылесос может? Придется пойти на жертву и отдать самое дорогое. Франклин уходит и возвращается с игрушкой в зубах. Он кладет ее перед собой, примеривается и наносит удар. Мышка скользит по полу прямо насредь чудовища. Получилось. Пылесос выключается и наступает блаженная тишина. Теперь Франклину ничто не мешает делать то, что он умеет лучше всего. Спать. Что ж, мы выяснить, что у меня сломался пылесос. Чтобы закрыть программу, просто введите слово в выход. Или можете еще почитать воспоминания Франклина, если есть желание. Нет, пока достаточно, наверное. Ну да, ребят, конечно. Придется попариться в некоторых этих задачках, но ничего, справимся. Так, выход. Вот и все. Теперь я знаю, где искать. А куда делся Франклин? Просто пошел искать новое место для сна. Поздравляю. Теперь ты знаешь почти все. Правда, в этот раз нам не нужно было ничего копировать, но это моя работа. Некоторые воспоминания даже не нужно разблокировать. Наверное, на этом все. Если есть вопросы, задавай, не стесняйся. Давайте вот это первое. Что чувствуют люди во время копирования воспоминания? Это больно? Для пациентов все выглядит очень просто. После того, как они заходят в клинику, нам нужно строить их на спокойный лад, чтобы облегчить процедуру. То есть, воспоминания связаны с настроением. В расслабленном состоянии пациенты охотнее открывают к ним доступ. Они садятся в кресло памяти, и мы опускаем маску. Пациенты проваливаются в сон, как от общего наркоза. Разница только в том, что они у нас проходят в себя безболезненно. Все равно звучит не очень. Когда мы приступаем к процедуре, пациенты уже спят. В конце мы поднимаем маску, и они просыпаются. Весь процесс проходит для них незаметно. Им кажется, что они закрыли глаза всего на долю секунды. Еще вопросы? Почему ты живешь один? Я имел в виду вопросы, связанные с работой. Об этом поговорим как-нибудь в другой раз, если не возражаешь. Теперь ты сможешь применить на практике все, чему я тебя научил. Через ворота как раз прошел пациент. Он будет здесь с минуты на минуту. Пожалуйста, открой дверь и пригласи его войти. Уже иду. Помни, чем меньше стресса, тем лучше. И постарайся выяснить, какое воспоминание мы должны скопировать. Это упростит нам задачу. Добрый вечер. Добрый вечер. Это клиника памяти. Я не ошибаюсь? Да, все верно. Пожалуйста, входите. На улице холодно. Благодарю. Чувствуйте себя как дома. Какое воспоминание вы хотели бы скопировать? Вы очень любезны. Хорошо. Когда молодежь про вежливость не забывает. Я хочу скопировать то, что случилось сегодня. Я видел настоящего сурка. Живого. Сурка? Да, такого крупного грузна, который еще посвистывает. Фить-фить. Мой дед рассказывал о них, когда я еще совсем мелкий был. Раньше по поведению сурков определяли, сколько будет длиться зима. Но из-за этого проклятого загрязнения, боюсь, они все вымрут через пару лет. Да и правда. Сказать, а в нашем мире уже не осталось места для природы. В общем, я решил, что если мое воспоминание сурке сможет помочь ученым или музеям, значит, я должен его сохранить. Вы совершенно правы. Давайте я провожу вас к креслу памяти. Пожалуйста, садитесь. Я… Я позабочусь обо всем остальном. Ты готов, Бернард? Ммм. Все, он подключен. И еще, старайся не водить пациентов между диваном и кофейным столиком. Все, копирование началось. Пару минут и можно будет его отпускать. Спасибо, что вызвалось мне помочь. Однако я кое-что от тебя утаил. Не хотел тебя пугать. Ты о чем? Копирование воспоминаний незаконно. Так что, если ты откажешься мне помогать, я пойму. А что в этом такого? Разве копии от Бернандо Ясновидца могут кого-то убить? Нет. Конечно, нет. Просто уж так повелось. Копирование воспоминаний строго запрещено. А мне кажется, ты делаешь хорошее дело. Людям приятно знать, что их личные истории дойдут до будущих поколений. И мне тоже. Ты не думай. Я закрываться не собираюсь. Если что, скажу полиции, что меня здесь держали насильно. Без проблем. Тебе поверят. Короче, я не уйду, пока не выясню, кто я. Справедливо. А пока буду тебе помогать. По рукам. Копирование закончено. Пожалуйста, проводите пациента до двери. Как вы себя чувствуете? Что, уже все? Я же только сел. Не совсем. На самом деле, вы тут сидите уже довольно давно. Сейчас я опущу кресло. Так, вроде вот этот переключатель. Угадала. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Секундочку. А как мне получить свою копию? Эээ? Не беспокойтесь. Ее доставят прямо вам домой на флеш-накопителе. Заплатить нужно будет уже после получения. Ага, ага, понятно. Спасибо большое. Хорошего вечера. И вам. До свидания. Ну что. Теперь ты знаешь, как проходят мои дни. Добро пожаловать в клинику. И поздравляю с новой работой. Эй. Обязательно было так резко включать свет. Блин, ребята, это атмосферно все, да? Смотрится тоже. Очень классно. Только я думал, что мы у этого мужика тоже будем читать память, как у кота. Но, видимо, нет. Ну, скорее всего, нам придется такой процесс сделать дальше, по мере прохождения игры. И, скорее всего, будем мы считывать Фран, ее память. Вот. Ну, а давайте продолжать. А лучше бы просто меня прикончил. Отличная идея. Возьму на заметку. Бедные мои глаза. Кажется, я ослепла на всю жизнь. Ну, хватит дурачиться. Космический шаттл Бипоп был успешно запущен. А в состав экипажа вошли ученые. Межпланетная миссия по поиску ресурсов. Удачи, космонавты. Уже больше месяца забытые осаждают завод по производству. У них других новостей, что ли, нет? Пусть лучше музыка поиграет. Подъем, подъем, у нас много работы. Можно я сначала стучу тебе по голове? У тебя там пусто, как в барабане. Еще и железная пластинка привечена. Сыграя такое соло, мало не покажешься. Не покажется. Ха-ха-ха. Ой, шутница. Ну давай, попробуй. Сейчас, сейчас. Вот только стану. Боюсь, боюсь. Чем сегодня займемся? Здесь уже две недели. Все как обычно. Я настраивал аппарат, ты помогаешь пациентам справиться с тревогой. Это я умею. Моя английская улыбка успокоит даже младенца. Хм, если бы у тебя была такая улыбка, я бы держался подальше от младенца. Пройдись по клинике и проверь, чтобы все было на месте и в рабочем состоянии. Будет сделано. Ну что, ребят, давайте осмотримся, проверим. Мы уже две недели, видимо, работаем. Давай. А вот наконец-то мы можем ходить сами уже. Я уже думал, нам не дадут такой чести. Старое радио. Бернард говорит, что раньше эти штуки стояли в каждом доме. Так, котяра. Кто у нас хороший котик? Франкин хороший котик. Так, я думал, телефон тоже можно будет посмотреть. Кофеварка и проигрыватель работают. Может поставить другую пластинку? А давайте посмотрим еще есть какие. Я хочу послушать Little Valentine. Пора бы Бернару познакомиться и с другими стилями. А еще как есть. Вот еще есть другая. Интересная пластинка. Почему я раньше ее не видела? Странное название. Демо 01. Даже не знаю. Ну давайте вот это. Интересно, как она попала в его коллекцию. Этот Бернард прямо человек-загадка. Фран. Судя по камере, пришла первая пациентка. А мы включили музыку и да? Надо было еще раз пройтись. Помни, мы рады всем. Хорошо, ясно. Занимай пост у двери. Помни мой девиз. Это какой? Спокойствие. Залог успеха. Ага. Добрый вечер. Входите, пожалуйста. Спасибо. Я первый раз в клинике памяти. Немного нервничаю. Вам не очень волноваться. Процедура очень быстрая и безболезненная. На время цифровки воспоминания ваш чип погроет вас в сон. Может вам будет спокойнее, если вы немного посетите. Хотите чай или кофе? Нет, спасибо. Я хочу побыстрее скопировать все и уйти. Расскажите немного о событии, которое осталось в вашем воспоминании. Когда оно произошло? В прошлую среду. Очень необычный был день. Я хочу сохранить память о нем для близкого мне человека. Так, а после меня хотя бы что-то останется, если понимаю. Пойдемте. Тут, наверно, уже начинается какой-то замес. Какое-то воспоминание тревожное, судя по всему. Сядьте в кресло и сделайте глубокий вдох. Как только маска опустится, начнется оцифровка воспоминаний. Прошу. Вам удобно? Да. Хорошо. Тогда приступаем. Спасибо, что успокоила пациентку, Фран. Больше пары минут цифровка не займет. Я нашел нужное воспоминание, запускаю копирование. Я вот все думаю. О чем? Тебе не кажется, что правильнее называть наших пациентов клиентами? Мы же здесь никого не лечим. Просто копируем воспоминания на внешнее устройство. Согласен. Наверное, я их так называю по старой памяти. А никак не могу переучиться. Хотел бы я что-нибудь называть по старой памяти. Все, я закончил. Здравствуйте, еще раз. Ой, так быстро. Вроде только что надела маску. Я же говорила. Можете вставать. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Я провожу вас до двери. Подождите. Я так разнерчилась, что чуть не ушла без копии воспоминаний. Не переживайте. Она уже дождается вас дома. Как вы это сделали? Волшебники не делятся ими секретами. Ладно. Поверю вам на слово. До свидания. Сейчас скрою дверь. Всего доброго. Хорошего вечера. И вам того же. Спасибо. Погоди, Кафран. Коворотом подошел новый пациент. Странно. Что такое? Такие курки носят те, кто работают на правительство. Не пойму, что за логотип у него на рукаве. Вполне возможно, что он не воспоминания копирует пришел. Значит с ним лучше не шутить? Определенно. На всякий случай запоминай все, что видишь и слышишь. Добрый вечер. Вот это плохо, если военный, да? Заходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. А что вас привело в нашу клинику? Так. На днях я разговаривал с другом об одной своей проблеме. И он посоветовал обратиться к вам. Ну что ж, ребят. Я думаю, давайте тогда вот на этом интригующем моменте мы завершим нашу серию. Я конечно не знаю, как в этой игре работают сохранения. Но надеюсь, что сохранение у нас уже было. А что сказать по поводу игры. Пока что мне все очень нравится. И я надеюсь, игра будет нас дальше радовать такой же чудесной атмосферой. Ну а с вами был Хаакин. Подписывайтесь на мой игровой канал. Ставьте лайк. Всем пока. И до новых встреч. Пока-пока.